С давних пор вся православная Русь в щедром, плодоносном августе отмечает три праздника, именуемые Спасами. В честь этого в минувшую субботу в поселке Эльбан прошло веселое торжество Триспаса. В первый день Спаса по традиции на Руси освещали естественные водоемы, новые колодца, а старые чистили. В этот день после церковной службы происходило освещение меда и других даров земли. Ассоциации с этим праздником это золотистый мед, сочные наливные яблоки и веселый хруст орехов. Скажем так, фестиваль, гастрономический фестиваль Триспаса в этом году проходит во второй раз. Это инициатива лично Татьяны Ивановны Дворецкой. Хочу сказать, что подобный праздник, где сохранение традиций и одновременно ярмарка, и именно посвященный трём Спасам на территории Хабаровского края, единственный. Данное мероприятие, будучи только еще в проекте, уже было занесено в реестр фестивалей гастрономического туризма, скажем так, мероприятий гастрономического туризма. Медовый Спас на Руси издавна почитался, мед нового сбора освещался да вкушался. Поэтому и звали его в народе первым мокрым Спасом. По представлениям наших предков, мед принадлежал не к обычным продуктам земли, а к высшему поднебесному миру, где находятся звезды. Так и этот праздник ильбанцы провели со сладким удовольствием, пели частушки, водили хороводы, участвовали в конкурсах. В день второго Спаса в церкви освещали яблоки и считали этот день главным праздником лета. К этому празднику приурочивали сбор и заготовку яблок. Традиция кушать в этот день яблоки и загадывать желания существовала на Руси давно. При этом нужно было, проглатывая первый кусочек, загадывать с пасового желания. И оно обязательно должно было сбыться. Что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряно, дайте коням недодобрый меч. Врачью пойдем до погони ворога, Русь молодая, сердцу дорого. В день ореха у Аспаса, или как его еще называли, нерукотворный или полотняный, традиционно в народе ходили освещать натуральные ткани. В старину женщины сами делали ткани, затем освещали их в церкви и шили одежды для всей семьи. Народное название «Ореховый спас» получило из-за того, что в это время года в деревнях уже собирали урожай орехов. Их также было принято освещать в церкви. Традиция сохраняется во многих регионах до сих пор. Сегодня мне нельзя, сегодня я грущу, как будто что потеряна, как будто что ищу. Куда меня, знакомая, дорога не доведет. Куда меня, знакомая, дорога не доведет.